Праздничные дни Праздничные дни Начинка будет из тунца, каперсов и яично-сметанной заправки Филу может любые начинки Да, филу начиняют и сладким, и острым, и соленым, чем угодно Пахлава, кстати, это тоже готовится из теста фил Начинаем? Начинаем, но я еще хочу тебе сказать, что у нас же еще будет и горячее блюдо Я возьму куриные грудки, всеми нами любимые И приготовлю очень вкусную начинку То есть грудки мы зафаршируем Я возьму сливочный сыр, горчицу и грибы пожарю И вот всем этим делом начиню наши грудки Укутаю их пармской ветчиной И запеку в духовке Приступаем Начнем мы с теста То есть не с теста, а с пирожков Получаются такие, как открытые пирожочки Да, такие, можно сказать, корзиночки или тарталетки Но тарталетки уже готовы и покупают А мы пойдем дальше, мы другим путем пойдем, мы будем сами их делать Итак, нам потребуется 6 листов теста филу Аккуратненько, потому что оно очень-очень тонкое, очень нежное Каждый лист, нам потребуется 6 листов Раз, два, шесть Я вот их сейчас отложу Мы их будем смазывать сливочным растопленным маслом Масло-то уже растопило? Да, масло я предварительно растопила, чтобы не терять времени И мне нужно каждый смазать растопленным сливочным маслом В общем-то это тоже принцип слоеного теста Но слоеное тесто, один пласт И в процессе приготовления можно сказать, что оно расслаивается А филу теста мы наслаиваем, слоя, довольно-таки обильно смазываем Оно очень быстро сохнет Свойство этого теста, оно ньется в процессе приготовления? Может и порваться, это не страшно Все равно мы сейчас будем его еще разрезать на куски Складывать формочки для кексов И наполнять начинкой У филу есть же своя история, да? У филу есть своя история Как у каждого продукта, да? У каждой человеческой находки, если можно так сказать Есть своя какая-то предыстория Название теста филу происходит от греческого филу Что в переводе означает лист Вот настолько оно тонко, как лист бумаги А в турецком языке оно называется ювка То есть, кстати, если вы захотите купить тесто филу И поблизости у вас, мне кажется, греческого, например, магазина Смело можете идти в турецкий, да? И просить ювка тесто Тесто ювка Беру следующий слой Накрываем Они будут слоями укладываться, да? Да Слой за слоем у нас получается такое слоеное тесто А если, допустим, человек не нашел? Я думаю, что можно смело взять обычное слоеное тесто Но потоньше его раскатать Но на мой вкус Для этого рецепта идеально подходит тесто филу Листы филу бывают разного размера У меня они оказались вот такими небольшими И растопленного масла не хватило Растоплю-ка я еще кусочек Накрываю последним листом Вот последний лист я уложила Но он у нас, как казалось, почему-то короче, чем все остальные Я сейчас еще отрежу кусочек, потому что я потом буду эту нашу башню из листов тесто филу разрезать на несколько частей и укладывать в формочки для маффинов или для кексов Вот такие формочки Если у вас есть другие силиконовые формочки, мягкие То вы можете уложить их в форму для... вот такую металлическую форму для маффинов Тогда они станут более стабильными Разрезаю Должно у меня, наверное, получиться частей 12 Появились машины, которые без помощи человека Поэтому оно называется вытяжное тесто Раньше тесто филу вытягивали при помощи рук Но теперь в наш век просвещения и технологий продвинутых Его вытягивают на машинах специальных Вот я вот так вот укладываю формочки Не бойтесь, если они у вас поломаются, ничего страшного Они запекутся и станут вот такими вот корзиночками Чем быстрее мы будем их укладывать, тем лучше они у нас... меньше они у нас будут ломаться Потому что тесто и правда очень тонкое И если оно высыхает, оно становится очень-очень хрупким Вот так можно оставить свисающие края, будет еще красивее Кстати, такую закуску можно приготовить и не только когда гости на пороге Но и для любого праздничного застолья Я сейчас начиню наши получившиеся корзиночки тунцом и каперсами И потом приготовлю заливку Ты знаешь, что тунец – одна из самых больших рыб, которые водятся в Мировом океане Вот, посмотри, я понемножку выкладываю Мясо тунца очень полезное В нем очень много белка и гемоглобина И есть его можно в любом виде Японцы любят суши только из тунца Кстати, суши, которые мы едим здесь в Европе с лососем Это были придуманы специально для европейцев А почему японцы любят так тунец? Потому что считают, что мясо тунца не подвержено паразитам Я вот недавно прочитала, что в 2013 году в январе Ну, в общем-то, не так уж и важно Важно то, что в Японии продали тунца Вот угадай, за сколько денег? Ну, там аукционы проводятся Проводят аукционы Ну, сложно сказать, за сколько можно продать Ты никогда не поверишь Тунец весил больше 200 килограмм А продали его почти за 2 миллиона долларов Ну, конечно же, одним из самых популярных продуктов из тунца Это, конечно же, вот такой вот консервированный Его можно использовать по всему миру Пиццу с ним очень любят делать Пасту Да, паста тунфиш Ну, и, конечно же, начинки для пирогов Ну, я еще очень люблю салаты Да, честно говоря, и просто так вот Если заправить маслом, лимонным соком Добавить каперсов То на мой вкус-то... Добавляем немножко каперса Жидкость, конечно, нужно слить Каперса вообще тоже такая, на самом деле, древняя штука Я возьму корзиночки и переложу их на противень Потому что мы их же будем запекать Если ты заметил Начинку я не солила и не приправляла перцем Потому что тунец уже готов в собственном соку Немного присолен Ну, и каперсы, конечно же, тоже Очень пикантные Кстати, вот этот горчичный вкус ему Им придает маринад Маринуют его в уксусе В уксусе? Так банально? Так банально, да Добавляют соль, уксус И вот в этом взаимодействии Проступает вот такой вот горчичный вкус Вот так вот Приготовлю заливку Для заливки мне понадобится сметана Яйца и сыр пармезан Ты любишь пармезан? Обожаю Я тоже его очень люблю А если послушать, какая у него длинная и интересная история Расскажи Ну, рецепт пармезана был известен еще с 12 века Ну, и как ты знаешь Настоящий пармезан Реджано, как его называют в Италии Готовят только В долине реки Парма Кстати, там же, где и Готовят Пармскую ветчину Вот она у нас, кстати, лежит на столе Я расскажу немножко попозже Она нам понадобится Ну, вот как всегда я просчиталась С размерами и калибрами Возьму Почему, как всегда? Ну, у меня часто это происходит со мной Перелью яйца В большую миску В большую миску, да Сметана Ну, и наш любимый сыр пармезан О котором я уже начала говорить немного Его нужно натереть на мелкой терке Вот такой вот он твердый За счет того, что его очень долго выдерживают Кстати, различаются три степени созревания сыра Есть молодой, средний и очень старый Вот у нас, я так думаю, что он средний Пармиджано, да? Пармиджано, риджано Он такой острый Я имею в виду острый Вкус у него очень острый, пикантный Ярко выраженный запах Очень люблю Вот на мелкой терке натерла пармезан Ты знаешь, наверное, я сначала подобью Забью яйца сметаной и добавлю туда пармезан Ты знаешь, сколько выдерживаются сыры пармезан? Ну, я так понимаю, что ты спросила Значит, долго Очень долго Начиная от года Потому что, когда проходит год И вот эти огромные головы сыра Выдерживаются в специальном помещении Прохладном и сухом Специальные люди проходят с молоточками Стучат по нему, по этим жирновам, можно так сказать То есть пармезан не круглый сыр Пармезан вот в таких вот огромных Можно их назвать жирновах Стучит молоточком, слушает Если есть там трещины или пустоты в этом сыре Его отбраковывают и перемалывают И расфасовывают уже вот в таком перемолотом виде Он поступает в продажу А остальные лежат и 2, и 3 года бывают Сыр пармезан никогда в жизни ты не отрежешь ножом на тонкий аккуратный ломтик Он очень хрупкий И вот таким специальным ножом острым откалывают Ну, или натирают, вот как я Да Кстати, очень хорошо его добавлять, ну, понятное дело, к пасте, к ризотто Мы обязательно когда-нибудь что-нибудь такое вкусное приготовим Давай И очень часто посыпают мясные блюда Перед тем, как запечь Пармезан, когда расплавляется в духовке Дает очень аппетитную, красивую, румяную корочку Этот кусочек пармезана я откладываю Но он мне еще понадобится Потому что когда корзиночки испекутся Я нарежу его тонкими лепестками И развожу поверх корзиночек Заливаем Заливка Заливка Заливку я тоже не солила Потому что пармезан Очень соленый сыр Вот каперсы у меня почему-то ассоциируются Именно со средиземноморской кухней Почему? Ну вот не зря же их относят к пантеону Средиземноморских запахов и вкусов Наравне с артишоками, с анчоусами Ну вот и каперсы тоже туда входят Вот корзинки почти готовы Им осталось только испечься Я отправляю их в духовку Запекаю до готовности Партнер программы «На мой вкус» Партия-сервис «Абсолют» Партия-сервис «Абсолют» С душой и по-русски Пока готовится закуска Займемся горячим блюдом Для него я нарежу грибы Классная штука шампиньоны Кстати, тоже имеет очень древнюю историю С культурным способом То есть вот специально разводить Их начали чуть-чуть лет назад Представляешь? Одни из самых полезных грибов Как оказалось, да? Да А чем они полезны? Знаешь? Оказывается Те, кто едят шампиньоны У них унижается холестерин И еще у них есть какая-то кислота Которая Предотвращает Людей от усталости Да, шампиньоны я нарезаю мелко Потом я буду обжарить их на сливочном масле А почему мелко? Ну, потому что же мы будем начинять Ими куриную грудку А самые первые по выращиванию шампиньонов Оказываются американцы Потом французы И англичане А шампиньоны едят сырыми Я очень люблю Ты ел их сырыми? Я обожаю шампиньоны сыры Я даже на несколько салатов готовить Поделишься потом? Обязательно Вообще, конечно, шампиньоны Хороши в любом виде Их можно и запекать И готовить на гриле А какие из них получаются Запеканки и суфле А соусы, а грибные супы? Жульен Да В сковороде разогрею сливочное масло Кстати, на сливочном масле получается гораздо вкуснее Да, согласна с тобой Хотя многие диетологи противники Того, чтобы жарить грибы на сливочном масле Но на мой вкус Это получается великолепно Загляну-ка я к нашим корзиночкам Вау! Посмотри, какая красота получается А запах? Масло растопилось Грибы отправляются в сковородку Кстати, дикие растущие шампиньоны жарить нельзя Из них хорошо делать соусы и супы Но если их жарить, они становятся слишком жесткие Я не пробовала, но хочу заметить, что шампиньоны не растут в лесу Они растут в полях Шампиньоны жарятся Приготовлю еще один ингредиент нашей заправки Нет, не заправки, а начинки Чтобы блюдо, наше горячее блюдо, стало полноценным Я подготовлю картошку Какое же мясо без картошки? Ну, в общем-то, вы можете, конечно же, и сварить макарон Или рис То есть это уже как бы кто как любит Я вот нарезаю картошку вот такими вот дольками Посыплю тимьяном Картошка очень любит тимьян, а тимьян любит картошку Кожицу, видишь, я не снимаю, потому что картошка молодая Мы ее сейчас, как я уже сказала Замаринуем в тимьяне и добавим растительного масла, соли и перца Можно еще чесночку А я тебе открою секрет Я всегда жарю картошку только в кожице Кожица, правда? Да, отлично Кожица становится хрустящей Тимьян Ну, это опять же на вкус Да, на вкус Кто сколько любит, тимьян я люблю И поэтому кладу много Мне нужно растительное масло Можно оливковое, можно подсолнечное Это не принципиально Главное, чтобы у него не было такого ярко выраженного вкуса Мне нужен чеснок То есть, значит, для картофеля, да? Да Это аромат, да? Аромат Вообще, очень люблю чеснок И как фонат Средиземноморской кухни Добавляю его везде Кстати, можно еще вот и чеснок отнести К ароматам и вкусам Средиземноморской кухни Потому что без чеснока Средиземноморской кухни не существует Смотри, как поджариваются красиво грибочки Становятся золотистыми Сейчас подадим еще минутку им дойти Отставим, чтобы они немного остыли Добавим картошку Все перемешаем Вот такой набор специй Это, конечно же, не талон Вы можете добавлять в картошку Все, что вам Все, что вы любите Грибочки тем временем поджарили Поджарились, я их отставляю Они немножко у нас должны остыть Потому что я их буду смешивать со сливочным сыром Ничего же я сюда еще не добавила Соли и перца Соли не жалейте Блюдо у нас должно получиться так, чтобы гости попросили добавки Подоспели наши корзинки Я сейчас их вытащу, дам остыть Как же здорово у нас получилось Красота Даем им остыть И потом, как я уже говорила Насыпаем лепестками пармезана И украшаем листиками базилика Начинка В остывшие грибы я добавлю сливочный сыр Оказывается, сливочный сыр Это ближайший родственник творога И, пожалуй, первый сыр, который приготовил человек Говорят, что его придумали французы Но американцы, как всегда, очень любят чего-нибудь там оспаривать И они говорят, что придумали вот такой вот сливочный сыр В штате Филадельфия Самый известный сливочный сыр в мире Филадельфия Мне нужны соль и перец Кстати, соль, пожалуйста, не переборщите Потому что куриные грудки мы будем заворачивать в пармскую ветчину А она сама достаточно соленая Перец И я чуть не забыла про горчицу Это придаст нашей начиночке пикантность Потому что творожный сыр довольно-таки мягкий на вкус Такая вкуснятина у нас получается Вообще-то можно как бы это уже, наверное, съесть и ничего не начиняя Но мы пойдем дальше Мне нужно надрезать куриные грудки Вообще, конечно, грудки можно разрезать как книжку и отбить Но мы этого делать не будем У нас же гости на пороге, они ждать не любят Поэтому мы просто прорежем в них кармашки такие И будем туда укладывать нашу начиночку? Да, начинем Вообще, конечно, такой способ приготовления птицы Очень удобно Кстати, можно брать и не птицу Я думаю, что если взять тонкие свиные шницели Тоже будет очень вкусно Ну, а начинять уже, конечно, можно чем угодно Вот такие вот у нас карманы получились У тебя получаются какие-то лодочки Лодочки, да А не кармашки Ну, кармашки у нас были в грудке, да? Которые мы сейчас запихнули Вкуснейшую, нежнейшую Сливочно-грибную начинку Ну и, конечно, гвоздь нашей программы Это пармская ветчина Вот посмотри, какими тоненькими кусочками Она нарезана Вот именно так ее и нужно дегустировать Вот так вот заверну Пармская ветчина Еще один ценный продукт Итальянской кухни Как я уже говорила Когда мы начинали разговор О сыре пармезан Его делают в том же Эту ветчину Также делают в том же регионе Которая называется Миле-Романе В долине реки Парма Поэтому называется и пармской ветчиной Вот так вот я заворачиваю Ветчина сверху поджарится, да? Поджарится, будет хрустящей Вообще, казалось бы, да? Что-то такого особенного Ты же знаешь, как готовят пармскую ветчину? Ну, ты можешь рассказать Только соль и только мясо И больше ничего И больше ничего Это тысячелетиями Это тысячелетиями Еще даже древние римляне Готовили вот таким вот способом ветчину Но пармская ветчина Должна обязательно проходить Особый контроль Ее клеймят И вот только тогда Она может называться пармской ветчиной Да, кстати, о ценности У свинок Перед тем, как из них получится Эта ветчина вкуснейшая и ценнейшая Их откармливают особой диетой Вот они сидят на особой диете Они едят фрукты, овощи Ячмень И молочную сыворотку Кстати, которая Остается от производства сыра пармезан Картошку я перемешаю Какой же Ммм, потрясающий аромат Положу Рядом, да? Рядом Если вы не любите картошку Или, может, вам нельзя Картошка такая тоже бывает Как я уже говорила Приготовьте гарнир По своему вкусу Слушай, замечательное блюдо получается Для новогоднего стола, да? И для новогоднего стола в том числе Я даю гарантию Ваши гости Обалдеют И будут счастливы Я отправляю нашу красоту Запекаться в духовку Корзиночки остыли Доведем их до полной готовности Для этого мне нужно Освободить их от силиконовых формочек Вот, смотри, как легко вынимаются, да? Угу Вот Почему в этом рецепте Очень удобны силиконовые формочки Очень нарядная получается закуска Праздничная Праздничная Видишь, какое оно хрупкое Как это тесто филу Как оно Испеклось Вот просто вот Хрустит И разламывается Поэтому аккуратненько Освобождайте их из формы Я беру оставшийся кусочек сыра пармезан А, да, точно, пармезан И вот такую вот овощечистку Или экономку, как ее еще называют И вот такими вот тоненькими Лепесточками Посыпаю Нашу закусочку Вообще-то есть Для таких целей Специальные терки Или ножи Которые можно натирать Твердые сыры Но, если честно На мой вкус Вот такой вот Овощечисткой Это делать намного удобнее И листики базилика Чтобы картина была Совсем полной И листики базилика Нужно обязательно Выкладывать на остывшие корзинки Иначе они Пожухнут И скукужатся Вот Корзиночки готовы И я знаю, что у нас уже Приготовились наши Замечательные вкуснейшие грудки Ооо Картошечка румяная Пармская ветчина Поджарилась Стала хрустящей Ммм Вкуснительно Вот таких два простых Но очень эффектных блюда Для праздничного стола У нас получилось Праздничные корзиночки Мы готовили так Шесть листов теста Филос Ложили друг на друга Перемазав 150 граммами Растопленного сливочного масла Разрезали на 12 квадратов И уложили их В силиконовые формочки Для маффина Консерву тунца В собственном соку Размяли вилкой И разложили по корзиночкам Добавив 60 грамм каперсов И залили заливкой Которую мы приготовили Из 100 грамм сметаны 4 яиц И 50 граммов тертого сыра пармезана Выпекали в разогретой духовке 20 минут Затем остудили И посыпали лепестками Оставшегося сыра пармезан И украсили листиками базилика Куриные грудки Фаршированные грибами и сыром Вначале мы приготовили начинку Мелко порезали 150 грамм грибов Обжарили в 15 граммах сливочного масла Остудили Добавили 150 грамм сливочного сыра И 1 столовую ложку горчицы В 4 куриных грудках сделали надрезы Нафаршировали подготовленной начинкой Обвернули каждую в 2 полоски пармской ветчины И уложили в форму для запекания Добавили ломтики картофеля Для маринованного в чесноке, тимьяне, растительном масле, соли и перца Грудки с картофелем запекали в духовке до готовности До румяной корочки А все эти и многие другие рецепты Вы найдете на портале Кулинар24.де И в журнале Домашний ресторан А с вами была я, Ирина Журавлев До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»